Приветствую вас по вашему описанию, именно с психологической точки зрения, у женщины приступ панической атаки. Принцип панической атаки проявляется как результат длительного нахождения в состоянии тревоги, либо состоянии длительного стресса. Если нет каких-либо оснований предполагать, что у человека может быть какое-либо заболевание, значит, нарушение тех или иных систем организма, то это паническая атака, паническое расстройство. Вот прямо то, что вы описываете, без конкретной причины, испытывает страх и недостаточу кислорода. Это паническая атака у души. Говорят, что испытывают чувства, как будто жизнь заканчивается. Ну, это кризис, так называемый кризис выхода на пенсию. У нас люди выходят, по-моему, не помню, мужчины из 60-ти вроде бы, женщины из 55-ти. Ну и, соответственно, женщина переживает кризис выхода на пенсию. Это нормальный возрастной кризис, который, в общем-то, легко переживается при нормальном уровне организации коммуникации. То есть, если у женщины есть семья, если у женщины есть дети, если у женщины есть мужчина, то есть те, кто могут ее поддержать. То есть, в норме, этот кризис, он переживается достаточно безболезненно. Но, если у женщины есть какие-то проблемы, вот вы, например, пишите, да, что женщина, то есть, наверное, это не вы. То есть, может быть, и вы, конечно, но мне почему-то кажется, что это не вы. Потому что, если бы это были вы, вы бы более подробно, наверное, ситуацию отопшали бы. Вот, значит, это не вы. И если это не вы, то получается, что вы ей, ну, точно не родня. Да, то есть, вы ей либо друг, либо коллега, вообще начальник, вот, либо подчиненный. То есть, ситуация вот такая, что у женщины есть определенная проблема в коммуникации, в социальной устроенности, скорее всего. Ну, и вот отсюда ее просто некому поддержать. И из-за этого, соответственно, кризис обострился, скорее всего. Потому что вот эта вот, что жизнь не доканчивается, это вот, об этом поговорить, о кризисах. Особенно, если у нее нет семьи. То есть, да, здесь сперва медицинское обследование в обязательном порядке. А потом, если там все хорошо, то после этого обязательно к психологу на консультацию. Если действительно па, паническая атака, то тогда, соответственно, это, с этими работает психотерапевт. Вот, нет, ну, с психологом тоже можно, конечно, вот. Тем более дистанционно, дома, чтобы человек расправился, чтобы человеку было хорошо, комфортно, а не в кабинете. У психотерапевта, да, это, может быть, будет лучше, быстрее будет результат. Ну, а здесь уже, опять же, по желанию самого клиента. Вот. Но по описанию у вас, у женщины паническая атака. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Помните, что женщину вам сейчас нужно поддерживать, быть рядом, если есть такая возможность. Успокаивать, неважно, что вы говорите, важно, чтобы вы говорили это спокойным голосом, успокаивающим, чтобы человек чувствовал, что есть кто-то рядом с ней. Вот. И, значит, обязательно обратите ее либо в медицинский центр для прихождения медицинского обследования, либо в психологический центр для получения психологической помощи. Либо предложите ей зарегистрироваться на нашем чате, либо, да, не хотя бы от вашего имени написать вопрос. Там это можно сделать анонимно. Вот. И задать свой вопрос самостоятельно здесь и уже, как бы, как бы непосредственно, да, поработать над своими проблемами. Вот. На этом все. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok